Обед у костра в настоящем Ненецком чуме и пироги с северными ягодами для военнослужащих, которые охраняют северные рубежи на территории Ненецкого округа, организовали культурные выходные. Наталья Дуркина продолжит тему. В чуме у костра сегодня необычные гости. Военнослужащие, которые защищают рубежи нашего северного региона. Один из них – Александр Вахрамеев. Юноша, хоть и приехал служить из соседнего города Архангельска, с ненецкой культурой познакомился впервые. Я бы хотел побывать ещё в ненецкой культуре и ещё раз посмотреть всё, что здесь показывается. Стас Лесарёв – наш земляк. Юноше повезло. На распределении воинской части он пошёл служить в родной город Наринмар. Стас хорошо знаком с ненецкой культурой, поэтому отвечал на вопросы своих сослуживцев не хуже экскурсоводов. Вот они сейчас спрашивали, к примеру, с чего сделан этот бубен. Я говорил, типа, из кожи оленя и так далее. Солдатам срочные службы рассказали о культуре и быте коренного ненецкого народа. Культурологи Центра арктического туризма знакомили их с жизнью северных оленей, устройством чума, а также угостили настоящим ненецким бульоном. Бульон «Евэй» готовится на изоленевое мясо полностью и используется минимум ингредиентов – только соль и перец. Традиционный бульон, он очень жирный, он прекрасно согревает в холодную погоду, и ненцы делают его очень часто в тундре. Подготовка к празднику началась ещё в пятницу. С раннего утра в Наэте кипела работа. Юные повара готовили по-настоящему домашнюю еду – пироги с ягодами. Наши пироги приготовлены с ягодами, брусниками, луками, с северными ягодами различными, которые очень насыщены разными витаминами. 11 пирогов отправились в две воинские части региона. Организаторы подготовили целый цикл мероприятий. Для военнослужащих прошла экскурсия в Центре арктического туризма. Для другой части организовали показ «Перерыв на кино». Со студентами Ненецкого аграрно-экономического техникума мы изготавливаем пироги, которые в дальнейшем будут переданы ребятам, проходящим срочную службу в нашем регионе. Для них мы организуем культурно-досуговые мероприятия, во время которых этот подарок им будет передан вкусно, с чаем. В сам праздничный день прошло традиционное возложение цветов к памятникам. В церемонии принял участие губернатор округа Юрий Бездудный. Вместе с командирами воинских частей, офицерами, глава региона почтил память героев Великой Отечественной войны, участников оленотранспортных эшелонов, а также локальных войн и вооруженных конфликтов.